На пуль диспетчера поступил сигнал о пожаре в лесополосе недалеко от Наринмара. По такой легенде прошла тренировка огнеборцев в рамках командно-штабных учений, которые проводятся в эти дни по всей стране. Александра Литкова расскажет подробнее. По учебной легенде в лесу в районе лыжероллерной трассы горит лес. Пожарным необходимо ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшее распространение на хозяйственные объекты. У нас создалась угроза объекту ЖКХ в виде верхового пожара лесополосы. Сейчас будут привлекаться пожарно-спасательные подразделения для защиты и уже непосредственно ликвидации этой угрозы. На сборы и выезд к месту возгорания пожарным дается всего минута. По прибытию спасатели начинают работу на объекте. Развертывают пожарные рукава и продвигаются к месту условного возгорания. В среднем по две машины приезжает всегда. В случае, если силы средств будет недостаточно, руководитель тушения пожара оценит обстановку и запрашивает дополнительные силы. Тренировка пожарных прошла в рамках ежегодных командно-штабных учений, которые проводились по всей стране в течение трех дней. Спасатели отрабатывали навыки по ликвидации последствий паводка, а также приведению в боевую готовность органов управления и силы реагирования на чрезвычайную ситуацию. Проводилось, соответственно, оповещение, информирование, доведение сигналов управления, проверка готовности сил и средств, которые как раз-таки будут участвовать в случае ухудшения паводковой обстановки по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с этими элементами. Прохождение ледохода на Печоре в районе Нарьенмара в этом году ожидается в середине мая. Максимальные уровни воды прогнозируются близкими к средним многолетним значениям. О подготовке к паводку в регионе в ходе оперативного совещания с главным управлением МЧС России рассказал глава Нинецкого округа Юрий Бездудный. По состоянию на 14 апреля все реки, протекающие по территории региона, находятся в зимнем состоянии. Наблюдается дефицит запаса воды в снеге. Снегозапас составляет 60-80%. Толщина льда на реке Печоре составляет 96 см, что в пределах среднем многолетних значений. Спланирован и проводится комплекс необходимых подготовительных превентивных мероприятий по подготовке к паводковому периоду. По словам губернатора, информация о паводковой обстановке от гидропостов поступает каждый час. В двух муниципалитетах округа Андикском и Приморско-Куйском развернуты пункты временного размещения на 260 человек.